Последствия несостоявшейся мусорной концессии обсудили на совместном заседании сразу двух комитетов ЗАГС Собрания региона. Такого в новейшей истории областного парламента еще не было. Поводом стал вопрос коллапса мусорной реформы и поиск пути выхода из сложившейся ситуации. Знаете, как говорят, правильное обозначение задачи или проблемы – это полпути к ее решению. То есть формирование ответа на последствия – это полпути к тому, чтобы сделать выводы и в дальнейшем не допустить тех же ошибок. Министр областного правительства сообщили депутатам, что произошедшее расторжение концессии по созданию мусоросортировочных заводов между Новосибирской областью и экологией Новосибирск не будет иметь экономических последствий, а бюджету региона не придется платить 300-миллионный штраф. Депутат Вадима Геенко поинтересовался у чиновников, почему концессию не расторгли ранее, ведь депутаты настаивали на этом еще с 2016 года. Консессионер, как собака на сене, сидел на нашей области, держал два участка, ничего не строил и не давал другим инвесторам зайти. И все эти программы нашей реформы мусорной, они рушились. Депутаты отметили, что мусорная реформа, которую должны были реализовать при участии группы ВИС, по сути провалена. За пять прошедших лет так ничего и не построено. Мусоропереработка не началась, при этом цены на вывоз мусора выросли в разы. На протяжении пяти лет звучали жесткие выступления депутатов, успокаивающие речи чиновников, и в итоге пять лет прошло. Сегодня варианты решения, так сказать, есть. Мы оговаривали это с губернатором и Сергеем Николаевичем. В принципе, мы услышали друг друга, что все-таки раздел по концессии произойдет, на одну, на две, на три, на пять, на шесть, на шесть, на с областью. Это процесс обсуждения. Но, к сожалению, время упущено. Это факт. Впрочем, депутаты сегодня не просто критиковали. Они подготовили целый ряд конкретных предложений. В том числе проводить конкурсы по каждому полигону отдельно. Все предложения были оформлены в качестве рекомендаций правительства области. По словам спикера регионального парламента Андрея Шемкива, вопрос о новых концессиях не будет вынесен на сессию ЗАГС Собрания, пока депутаты не разберутся во всех нюансах соглашений. Для этого, в случае необходимости, будет проведена неочередная сессия.